так вот тут вот пытались смыть или шкуркой, перед тем как покрыть, но тоже ребята помогали смыть у них был огромный клякс и потёк, пытались также всё раз мыть, чтобы хотя бы доехать до дома можно было спокойно. Я поехал за краской и парень пропал короче. Ты говори, говори, я стану подальше. Привет всем Time to Drag, мы сегодня вам расскажем про многострадальный проект Opel, про который все вы знаете, все вы спрашиваете и ну вот так получилось в общем в чем соль этого проекта и что вообще происходит. У нас на открытии фестиваля девушка захотела сделать небольшой перформанс и разрисовать машину в стиле комиксов прямо на площадке, прямо на фестивале. Пригласила художника, попросила его все это сделать. Художник приехал, привез три баллона краски, сказал что этого хватит на всю машину. Когда она начал заклеивать машину и красить мы поняли, что цвет вообще не попал. Девушка просила вот такой желтый, получился зеленый ярко какой-то непонятный. Ну как бы на это закрыли глаза уже, потому что начали красить собственно и проблема оказалась в том, что он очень плохо все заклеил, потому что когда красят машины с баллончик нужно заклеивать фары, стекла, молдинги, хром и так далее. В общем попортил он практически всю машину. В итоге сказал, что я поехал за краской и парень пропал, короче. А вот как бы мы все это видели своими глазами. Из про сервиса Дмитрий Санников тоже присутствовал. Он сразу сказал, что давайте я помогу это оттереть как минимум, да. Потому что девушке истерика, девушка в слезы. Как бы все это на глазах у всех случилось. И конечно неприятно ей было. Мы решили помочь. Мы решили реально помочь. Дима отмыл машину буквально там за два-три дня. Про сервис в этом плане молодцы. Все классно. И мы решили попросить парня, который приехал к нам на фестиваль, на своей машине разрисованной под комиксы. Сделать то же самое с этой машиной, короче. Мы машину эту покажем. Это розовая бэха. Она у нас даже кубок забрала по топ-тюнингу. И вот мы привезли машину. Везли ее долго. Потому что лобня. Потому что мы с юга Москвы. Вот и так далее. Машину привезли. Машину отдали. Давайте сейчас чуть-чуть я вам расскажу про владельцу. И вообще, что, к чему, почему Opel и так далее. Иди ко мне, Катя. Да, это Катя. Это владелец машины. Иди ко мне поближе чуть-чуть. Кать, во-первых, сколько ты владеешь Opel? Около двух лет уже. Около двух лет. А когда ты сделала вот эту каллиграфию? Чуть больше года назад. Больше года назад. По-моему, тоже перед что-то фестивалем. Ну да, да, да. Была задумка. Да. С чего появилась идея вообще сначально каллиграфии? Хотелось что-то яркое, броское, чтобы выделяться, не быть как все. Ну и собственно. То есть желтый Opel он не выделяется? Он выделяется, но их достаточно много. А, хорошо. Достаточно много. То есть ты решила раскрыть каллиграфию. В этом году ты решил ее сделать под комиксом? Да. Где ты это увидела? Чего вообще эта идея? В нашей прекрасной запрещенной соцсети. Запрещенной соцсети, окей. Но, скорее всего, это были иностранцы, правильно? Да, да, да. Иностранцы. Я хочу сделать очень большой упор на то, что сейчас мы это будем делать, считайте, в Москве, в России. И будет это делать человек, который, в принципе, попробовал это на своей машине, просто у него получилось то, что дай не сложно, короче. И, собственно, мы эту машину ему сейчас оставим. Надеюсь, что он ее не продаст, не снимет с нее диски, не выложит на вид, но мы будем чекать, на самом деле, периодически. Кать, чего ты ожидаешь от вида машины, когда мы у тебя будем отдавать? Есть какие-то, в общем, мнения, я не знаю, мечты? Ну, мнения нет. Ярко, красиво, стильно, броско. Ярко, красиво, стильно, броско. Ну, в принципе, все понимают, чем Time to Drag занимаются. То есть, мы делаем эти машины, показываем вам эти машины на фестивалях. Надежка уже какой-то третий раз, по-моему, участвуешь на нашем фестивале. Ну, весь тот год. Ну, значит, три, как минимум, четвертые на открытии. Да, это 22-23 года. Давайте мы, наверное, позовем того, кто будет рисовать. Вася, иди к нам. Смотрите, да, мы, значит, втроем. Это человек, который сделал свою тачку, человек, который будет делать ее тачку. И в дальнейшем, я так полагаю, что мы можем еще заниматься таким же движим, показывать и делать вот эти машины. Совет вам долюбовиться на тачку. Короче, Opel это проблемная тема. Мы еще добавили проблем. Разгребемся. Как ты думаешь, вывезешь, справишься? Естественно. Конечно. Кать, не переживай. Короче, машину мы оставляем. Забирать будешь, наклеим большой розовый бантик на крышу. Да. Собственно, мы не будем показывать, как он это делает с машиной, потому что это будет нашей маленькой тайной. Да. Вот. Ну, а мы покажем, как мы будем забирать эту машину, отдавать ей. Занимайся. Ключи ты отдала? Да. Ну и все, отлично. Всем пока. Ждите следующей серии, в которой мы будем уже забирать этот автомобиль. Ну и я надеюсь, что она не будет плакать. Я постараюсь. Хорошо. 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 Продолжение следует...